Спасалась сном, но круглые сутки спать невозможно, да, решила спасаться в книгах. Частично помогло. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы справляетесь с повышенной тревожностью. Всем привет, и даже прошу прощения, что меня долго не было. Просто меня накрыло волной переживаний душевных, терзаний, волнений, тревоги, что совсем удивительно, учитывая эту ситуацию, которую сложила в семье. Я не то, что снимать видео вообще ничего делать не могла, спасалась сном, но круглые сутки спать невозможно, да, решила спасаться в книгах. Частично помогло. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы справляетесь с повышенной тревожностью и алкогольным предлагать. Кстати, есть еще один такой способ, я себя открыла. Игра, как на реке онлайн, там такая музыка, ходишь, бьешь себе мобов, успокаивает. Кто играет, можете меня там увидеть, ник Далия. Ну, напишу, здесь где-то на экране. Это торговка. Как я уже сказала, я пыталась найти свое спасение в книгах, поэтому читала их невероятное количество, так что запаситесь временем. На просмотр это видео налейте себе чайку, кофеючечку, водички с розмарином, жиром, очень хорошо помогает. У нас так жарко. Приготовьте вкусняшек и смотрите. Надеюсь, вам понравится. Итак, начну я с книги «Молотница» Тиана Мастрякова. Долго думала, читать не ее или нет, потому что кто-то говорил, что фу, кто-то говорил, что вау. Думаю, ну, надо составить уже какое-то собственное мнение. Ну, в общем, многие говорили, что это страшилка на уровне пионерского лагеря, то есть... Не напугается. Но я тоже так сначала подумала. Первые страницы где-то в 40-50, а потом такое началось. Ну, просто, вот знаете, захотелось все иконы дома собрать, какие есть, и церковные, те, что я сама вышла. И просто вот их кругом вокруг себя выложить, ну, просто на всякий случай. Ну, какая-нибудь меча сейчас ко мне придет забирать. Так что на меня книга произвела хорошее впечатление и очень хорошее. И если вот описать лицо, или что-то еще, я непременно приобрету и остановку. В мае проходил квест, который... О, не квест. Ну, у меня игра в голове засела. Хотя, наверное, это можно назвать и квестом. Кажется, назывался «Мир книги май». И по условиям надо было почитать антиутопию. Я в этом не участвую, потому что я вообще не люблю читать под... Ну, не хочется употреблять слово «принуждение», но когда ты читаешь не под свое настроение, а вот то, что тебе надо, как бы сразу чувствуешь себя как в школе. Я не люблю чувствовать себя как в школе. Я вообще школу не люблю. Но все просто почему-то выбрали читать именно книгу 1984 Джорджа Орвелла. И я просто была в недоумении и стала вспоминать, когда я читала. Ну, это не совсем связано с этой книгой. Просто я не особо читаю фантастику. Я путаю слова фэнтези и фантастика, потому что не начинать, но она тоже букву. Я глупая. И единственная, ну, не единственная, а одна из некоторых книг, которые я читала о будущем, это когда там нет имен, а есть только у каждого человека номер какой-то присвоенный. Ну, как роботов. Я связалась с мамой, говорю, слушай, я вот в детстве читала книгу, писала вот то, что я вам сейчас сказала. Я говорю, ты не знаешь, что это за книга была? Она говорит, ну, похоже на 1984. Я такая, о, а сейчас все под это не рассказывают. Думаю, ну, надо перечитать, ну, просто чтобы посмотреть, это та книга или нет. То есть это я не подалась на общий ажиотаж, это просто было интересно, то это или не то. Это было не то, но я узнала, откуда пошло словосочетание «Большой брат». И, собственно, эта книга о неком альтернативном, наверное, мире, очень строгом, где тотальный надзор над всем. И главный герой не уверен вообще, какой это год, но думаю, что это 1984. Я читала, я была крайне озадачена. Дело в том, что это тотальное описание СССР с 1920-х годов и это по 50-е. Я начала выписывать в читательский дневник то, что именно мне напоминает. И думала об обойти, ну, парой-тройкой фраз. В результате я вам показываю свой читательский дневник. Вот разворот. И еще вот здесь. То есть, понимаете, да, это просто вся книга, это сплошное описание СССР. Я не знаю, что там пытался на самом деле Орел описать, но я увидела в нем наш 20-й век. Да, и я была крайне озадачена. Вы, конечно, можете сейчас со мной поспорить на эту тему. Но вот я увидела именно это. Очень такая книга тяжелая, морально тяжелая. Сидишь после нее, грузишься. Это не то, что стоит читать, когда ты грузишься и так. Следующую книгу. Я откровенно обижена. Это... Почему обижена? Не потому, что там меня кто-то ввел в заблуждение, хотя, может быть, и так. Я не знаю, я еще не поняла. Наверное, потому что я сама себя ввела в заблуждение. Рубина. Наполеонов его состоит из трех тому. Сейчас доступны только два. Это Рябиновый клин и Белые лошади. Я прочитала, ну, описание такое, что... Ну, не только прочитала, это еще было его завдук у книжного видеоблогера, что вот когда Наполеон уходил из России, он вез с собой огромный обоз сокровищего, делал в наших, чего там только не было. Богат был обоз. И закрутилась любовь между двумя людьми. И вот в первой книге, значит, история знакомства, а во второй продолжение всех этих событий. Я когда услышала такое описание, я решила, пришла к такому поводу, что события будут происходить в XIX веке, и любовь, может быть, между французом и француженкой, или, что вероятнее, француза и русской девушкой, или, наоборот, французской девушкой и русским парнем. Ну, вообще, какая-то из этих комбинаций. Ни фига подобного действия подходит в наше время, фактически. И Наполеону Фаборзу упоминается постольку поскольку. Я так обиделась, я так расстроилась, что даже стала выписывать номера страниц, на которых, вообще, в принципе, упоминается Наполеону Фаборзу. И их совсем мало. Я вам зачитаю. Впервые упоминается Наполеон Фаборзу на 96-й странице первого тома. Далее, только на 245-й. Потом, 100 страниц спустя, на 346-й. Это в первой книге. Во второй книге. Впервые на 126-й странице. Потом на 128-й. Ну, и вообще, вторая книга более удачная, более последовательная, более логичная такая, более интересная. Но первую книгу я и не поняла слову совсем. Потому что луч, прожектор выхватывает из толпы то одного персонажа, то второго. то третьего. И ты сидишь, и ты вообще не понимаешь, зачем. То есть, ну, я понимаю, там есть такой персонаж, сосед, очень такой забавный. Как считает сама Рубина. Потому что я ни разу не тихикнула. И не улыбнулась. И этот сосед с этим множество, множество, множество историй рассказал одну, которая во второй книге уже как-то чуть яснее поможет понять определенный момент. В общем, книга оставила мне такой неприятный насадок, будто меня обманули. Хотя, конечно, меня никто не обманул. Я обманула сама себя. Следующая книга, вы наверняка знаете, принадлежусь первого Васильева, «Азор из десятихии». К своему староду я до этого не читала эту книгу. Дело в том, что в самый-самый ранний лист я познакомилась с фильмом нашим советским. Вся обрадалась просто. Лицом у меня было мокро, как после сильнейшего ливня. И как бы я просто боялась эту книгу читать. И тут подумала, а, все равно я все время плачу. Лишние слезы мне не помешают. Никак хуже не будет. Сила читать. Ребят, я зачастую верила. Видимо, у меня эмоциональный диапазон стал как у камня. Потому что я столкнула только в самом-самом конце. Только когда умерла Лида. А так я сидела и просто читала. Кто не знает, вы вообще существуете. Если происходит великое отечественное войно, комендант требует предоставить ему ребят непьющих. И чтобы не волнулись за бабами, ему предоставили. Но не ребят, а легчат. И вот они увидели немцев, пошли за ними. И дальше отказывать не стану. Но книга печальная, конечно. Следующая книга, о которой я вам хочу рассказать, принадлежит про Стивена Кинга. Называется «Долгая прогулка». Удивительное произведение. Просто шикарное. Задумка такая. Существует некое такое мероприятие. Некое такое мероприятие. Что-то похожее на марафон. Только отличается оно тем, что нужно идти. И ты с определенной скоростью, если ты идешь медленнее, стоишь, лежишь, ну, в общем, не двигаешься как надо, тебе дают предупреждение. Если ты продолжаешь нарушать правила, второе предупреждение, и так ты предупреждаешь меня. А потом тебе выписывают билет. Ну, только под этой фразой продолжается не совсем то, что можно подумать. В этом мероприятии участвует 100 человек. В результате надо, ну, побеждает тот, кто дойдет до конца. Не нарушит правила, будет идти и идти без того, чтобы ему выдали билет. И победителю представляется, ну, все, что угодно, то есть выполнять свое его желание, что бы он захотел. Ребята могут идти день, два, доходим месяц, пока не останется один единственный человек на дороге. Мероприятие может принять участие не каждым. Происходит обор по интеллектуальным и спортивным способностям. И, казалось бы, концовка предсказуемая. Соглашусь. Ну, не совсем. Не совсем она предсказуемая. И меня поразило, что в таком, казалось бы, монотонном событии, как просто ходьба, Стивен Кингсон, ну, ему додавился порадать это все так интересно, так захватывающе. Это видеть из человека, ну, просто со всех сторон. Что у него внутри? Иногда внутри конфетка. Иногда наоборот. Книга произвела на меня просто неизгладимое впечатление. Кошка мне подходит. Она просто выразительная. Я была в шоке. Следующая книга называется «Чуда». Ее написала Эмма Донахью. И зачем у нее очень интересное бывание. Проживает девочка, которая не ест уже 4 месяца. Но при этом не тускнеет, не слабеет, а просто, ну, пушит здоровьем. Абсолютно здоровый ребенок, набоженный. Есть в 19 веке. И прежде чем объявить ее там святой, прежде чем объявить, что это чудо Божье, местный комитет принимает решение пригласить двух сиделок, которые посменно наблюдали за тем, правда ли девочка ничего не ест тайком. Зачин очень любопытно. Но сама книга вышла не то, чтобы уныло и скучно. Было любопытно читать. Ну, я как-то ожидала большего с такой идеей. Быть может, если бы книгу писал другой человек, он ставился бы лучше. Но Эмма Донахью не вполне справилась с задачей. И действительно, вот прям интрига-интрига была в самом конце. Ну, в целом, в принципе, неплохо. Я уверена, эта книга найдет своего читателя, своего обожателя. Но это буду не я. Следующая книга просто изумительная. Я уверена, она попадет не только как в лучшие книги лета, но и в лучшие книги года. Это «Зурили Ха. Открывая глаза». Автор Гузель Яхина. Просто потрясающая книга. Я увлекаюсь генеалогией родословной. И в моем роду были раскулачены... Это семья моей родной прабабушки по материнской линии, которая в 20-е годы была раскулачена и сословно. И я даже умудрилась получить честь... И ее дело раскулачивания. Я вообще в этой семье как бы шарила, если можно так сказать. И почему я об этом заговорила? Вообще, когда я увидела название книги, я подумала, что она будет рассказывать о тех же роли в жизни восточной женщины. И я, в принципе, не так уж и шуру, потому что в самом начале книги безразоведительно идет речь именно об этом. Прошу прощения, если я взрекаясь за то, что мой речевой аппарат напрямую зависит от моих эмоций. А так как у меня сейчас опуха глубоких переживаний, то я взрекаюсь. В последствии выясняется, что эта книга о раскулаченных, о том, какая судьба, судьбинушка ждет их последствия, и как они будут жить, существовать, и все такое. Написано совершенно изумительно. Вроде и донесена информация для читателя. И читатель испытывает эмоции, гнев, сочувствие, сопереживание и прочее. Но при этом нет ощущения огромного эмоционального груза, который лежит на ваших плечах и на вашей душе. Вы не сидите, не грузитесь, пока не ли я. Ну, я видела отзывы и других людей. И они тоже уже об этом писали, что Яхина, она умудрилась провести своего читателя по тоненькому мостику, можно сказать, по леске, так, чтобы он и проникся судьбой раскулаченных, но при этом не испытывал эмоционального давления на себя, не сидел, не горевал вот прям откровенно. Книга совершенно изумительна, от неё невозможно оторваться, она захватывает самых первых строк. И это, пожалуй, в этом году лучшее, что я читала. Оглядываясь на то, что у меня за спиной из прочитанного, это, пожалуй, лучшее, что я читала. Я не думаю, что я почитаю ещё более лучшее в этом году. Если вы добрались до этого момента, вы настоящие молодцы. Терпение! Осталась только одна книга. Мы почти закончили. Это «Тысяча сияющих солнц Хосейни». Я уже знакома с этим автором, читала у него бывший заветный, по-моему, книга называлась. И это было очень интересно, очень захватывающе, невероятно любопытно. Тем не менее, я приняла решение больше у этого автора книг не читать. Потому что эмоциональный груст, который автор навешивает на своего читателя, очень тянет. И обычно это не причина, чтобы я не читала кого-либо, но в данном случае исключение. Но кто-то из книжных видеоблогеров так располагал эту книгу, что я не устояла. И, почитав её, убедилась, что я была в холосте на увлечении, не продолжая знакомство с этим автором. Не потому что книга плохая, повторюсь, но я не справляюсь просто с этим потоком эмоций, которыми я нахлынула при чтении. Мне слишком тяжело. Собственно, о чём речь? События происходят на фоне, наверное, политических событий, можно так сказать. Страна Афганистан, понимаете, да? Захватывает достаточно такой широкий период, начиная с 70-х годов, и закачивая вот прям нулевыми. Страна — это с тяжёлой очень судьбой. И понятно, что когда всё это читаешь, не радуешься. Героини книги, их тоже судьбы позитивными не назвать. Одна незаконорожденная дочь богатого человека с тяжёлой долей. Другая родилась в более удачной семье, но тем не менее её тоже вложат печальные какие-то моменты. Я сейчас осторожненько-осторожненько крадусь по этой дорожке, рассказывая вам о книге, чтобы случайно что-то не проспойлерить, потому что это всё очень опасно. Я вот-вот уступлюсь. В общем, книга грустная, но у меня есть и позитивные моменты, поэтому если вам хочется погрустить, хочется переживать гражданам Афганистана, хочется погрустить, я уже говорила, эта книга вам придётся по душе. Берите, читайте, наслаждайтесь. Последний прекрасный автор, но просто не мой. На этом я заканчиваю своё бесконечное видео. И прощаюсь с вами. Пока-пока. Без скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова